Как это называется? Я хочу понять, я хочу найти эту статью в Уголовном кодексе, в Конституции Российской Федерации. Это что за статья такая? Ты будешь сидеть столько-столько, мы тебе скажем. Нет такой статьи. Нет такого дела. Все журналисты, мы сегодня защищаем не только Фуада Аббасова, Малика Аглы. Он, кстати, представляете, это просто с ума сойти. Химкинский суд решил его депортировать из страны. Да, прям, он операционный суд поддержал. На полпути в аэропорт конвой при депортации разворачивается, едет обратно. Это при том, при том, при том, что в стране, где операционный суд уже и сдал последние решения о депортации этого журналиста. Это турецкий респортер. Он вел авторское расследование. Да, он говорит чисто по-русски. Он защищал. Он всем журналистам, которые в России были осуждены, он считал их всех братьями. Он о каждом из них писал. И он за это пострадал. У него, в частности, есть авторское расследование. Влияние последнего от него расследования. Мы связываем его задержание в том числе и с этим. Влияние этнических, диаспорских организаций на внешнюю экономию, на внешнеполитическую курс Российской Федерации. И я могу со всей ответственностью отсюда сказать. Армянские националисты сфабриковали это. Его посадили за то, что он строил мост дружбы между Россией, Азербайджаном и Турцией. Иван Голунов, все те, кто подверглись таким несправедливостям, мы с вами. И мы уверены, что вы тоже с нами. Мы хотим это чувствовать. Дай Бог вам всем здоровья. Спасибо, что пришли. Свободу фонда по зову. Спасибо. Свободу. Свободу. Честному журналисту. И мы с вами вас ждем. Хочу обратить внимание. Турская газета. 100 тысяч экземпляров арестована. Они здесь, мои дорогие. Я им обещал сказать пару слов. 100. Да. Одним словом. Огромное вам спасибо, Россия. Борис Багабов, общественный деятель. Я хотел пару слов сказать. В России, к сожалению, справедливости без общественной резонанса не бывает. Поэтому спасибо всем людям, которые поддержали Ивана Голудова. Есть менее известные, менее резонансные дела. Мы хотели сообщить об одном из них. Вот журналисты Фуада Аббасова задержали, подошли в гражданском. Без предъявления удостоверения задержали. Избили. Затем увели в СИЗО в таком положении, в котором уводят особо опасных преступников. Головой вниз. И сейчас до сих пор он находится в следственном изоляторе. Его не выпускают. Он объявил голодовку. Надо друг друга поддерживать. Если мы будем друг друга поддерживать, все журналисты, все общественные деятели, тогда будет в России справедливость. Спасибо. Пару слов я тоже скажу. Граждане наши уважаемые государства, граждане наши уважаемые великие старшие братья и сестры. Мы россияне. Мы уважаем российский закон и живем в этой стране. Я думаю, что если демократия есть, если свобода слова есть, значит, просим и как Ивану Голднову, и как Фаада Аббасова смотреть как журналисту, и освободить Фаада Аббасова в дальнейшем время, чтобы его на родину ждет. Мы обратимся к президенту Азербайджана, к президенту Россию. Хотим с вашей поддержкой, хотим журналистам таких обществ, чтобы освободили его прямо сейчас. Потому что он седьмой день голодует, вчера врачи были у него, у него состояния очень плохие. Сегодня вступает здесь не то, что азербайджанская диастура и азербайджанская интеллигенция. Мы хотим от имени азербайджанского народа, от имени российского общества, чтобы освободили Фаада Абасова немедленно, сегодня, прямо сейчас. Если кто будет вмешаться в это дело, мы будем благодарны. Мы всегда считаем, уважаем российских граждан, россиянам, своим старшим, великим братьям, сестрам. Спасибо вам за поддержку Фаада Абасова, за поддержку Ивана Калмова. Спасибо вам огромное! Спасибо вам, уважаемые братья, сестры!